здравствуйте дорогие друзья и подписчики нашего канала в этом видео мы хотим вспомнить прошедший 2023 год и поздравить конечно же поздравить вас с наступающим 2024 годом когда на улице плюс 20 и канун нового года как почувствовать новогоднюю атмосферу раньше я вообще ее не чувствовала я жила в стамбуле я жила в мерсине водоне когда был новый год не было вот этого ощущения праздника ощущение радости вот этой новогодней суеты и как же все изменилось на самом деле за 10 лет вот сейчас мы находимся в городе мерсин и все здесь украшено стоят вот эти елочки снеговики и благодаря мэру города мерсин мы можем прочувствовать эту атмосферу как я уже много раз говорила про мерсин мерсин это такой продвинутый европеизированный молодежный город и мэр города нарядил просто весь город здесь есть ярмарки новогодние и вот в таких вот муниципальных кафе можно прийти и почувствовать учили создать эту рождественскую атмосферу например я по жизни гринч поэтому даже мое сердце растопило мне очень понравилось вот этот вся новогодняя атмосфера очень классно сегодня в общем при желании не при желании даже не при желании то есть машина не любит новый год не любит как вот это все от нас не дай мне это особо не восторгает но здесь это как-то очень и даже она здесь почувствовала нашла почувствует этот вагон не война это немножко хочу рассказать про зимний турецкий напиток мне на про него рассказала тайня она работает нашей команде вот я слышала про него но не знала что он здесь продается порошок и можно самим сварить вот сейчас мы Мы заказали вот такой зимний напиток. Основа его это молоко и какой-то, наверное, я не знаю, крахмал, возможно. Он такой, как кисень, немножечко присыпанный корицей. В состав его входит корень дикой орхидеи. Да, корень дикой орхидеи. Сейчас мы с Машей впервые будем его пробовать. Я сейчас попробую, скажу вам, какой. Очень приятный такой, приятная такая масса, сладенькая, с корицей. Я бы с удовольствием вечерком, зимним, согрелась бы. Потягивая соли, протянув ноги в камину, укутывшись пледом. Согревающим. В ключик. Нам, конечно, не сильно нужно согреваться. Такой минус. Надо же было холодно. На охлаждение. На охлаждение поставить. Да, очень приятно, вкусно. Друзья, вот такой у нас Новый год. Солнечный Новый год. Экзотический для кого-то, уже рутинный для нас. А для нас уже экзотика – это снег. И мы ездим за экзотикой в город РДС, который находится в двух с половиной часах езды. И можно приехать и с лета, и с такой весны попасть прямо в зиму, покататься на лыжах, на коньках. Кстати, даже в горах Эрдемли, это буквально 20-30 минут езды, там тоже снег бывает зимой. Да, кстати, у некоторых жителей Мерсина есть такие дачные дома, Яйла называется. И у них тоже там вот снег, и они тоже вот этот вот зимний вайп. Есть домики отдыха. Как раз если вы соскучились в Мерсине по снегу, вы можете зимой поехать в эти дома отдыха и насладиться зимой настоящей. Да, они такие как деревянные избушечки такие в горах, очень миленько, с камином. Среди деревьев, сосен. Приезжайте к нам и почувствуйте такой Новый год тоже для разнообразия. Как вы охарактеризовали прошедший 2023 год? Это был неоднозначный год. Первая ассоциация у меня идёт, наверное, на букву П. Да, именно на букву П. Как вы думаете, что это может быть? Принятие, наверное. Скорее всего. Да, назовём это принятием. На самом деле год был сложный, скажем так. Это был год, в который мы что-то приобрели, но и кого-то потеряли, к сожалению. Давайте, может быть, пройдёмся по хронике и вспомним, что приятного, наверное, произошло. Всё-таки были светлые и счастливые моменты в этом году, хотя они тоже сопровождались. Какое у нас было главное и ключевое событие в этом году на ваш счёт, на ваш взгляд? Ну, наверное, всё-таки негативное землетрясение. Землетрясение, да. Но на фоне этого негативного события как раз-таки мы увидели много позитивного. Насколько это сплочённый народ, как они друг другу помогают. Поэтому это тоже что-то из этого вынесли. Хочу отметить, что не только турки показали себя как сплочённые и такие дружные люди, но и наши люди с Казахстана, с Украины, с России, с Беларуси, с Германии. Они очень активно откликались на просьбы помощи. Мы собирали гуманитарную помощь, помогали людям, отправляли эту гуманитарную помощь. Люди очень сильно сплотились и помогали все дружно. Да, мы все были напуганы на самом деле. И все засыпали и представляли, как люди в этот момент, когда мы в своих постелях находимся, да, в тёплых, они где-то там под завалами и так далее. Это было очень грустно, это было очень... И мы как могли тоже старались помочь. И, конечно, когда я видела, как сплотились люди, вот на это просто... У меня просто слёзы вот наворачивались, потому что люди бегали, всё скупали, собирали коробки и так далее. И, конечно, в этом году мы поняли, что на самом деле добрых людей, наверное, очень много. Гораздо больше, да, на этой планете и вообще окружает нас. Ещё одно событие, которое запомнилось мне, это, конечно, приезд Ильи Варламова. Как раз таки мы... так сложилось, что он приехал как раз после землетрясения. И тоже для нас это был как-то такой вот... ну, серьёзный шаг для нас был. Это всё-таки блогер такого уровня приехал к нам. Что ещё интересного у вас? И у нас веселье происходило перед... Да, да, да. Да, нас, конечно, прям вот всех штормило. За день до приезда Ильи Вида была в больнице, а я сломал ногу. Да, ну мы про это уже говорили. Да, вот так вот всё у нас началось. Год был замечательный. Я два раза, два раза, два раза побывала в больнице. Но всё-таки были и светлые моменты. Давайте постараемся вспомнить какие-то светлые моменты в этом году. У меня очень были все хорошие клиенты с Америки, с Канады, с Германии. В общем, все светлые, все добрые люди, с которыми очень легко работать было. Всё проходило у нас гладко и успешно по обстановке, по оформлению документов. У меня год прошёл хорошо. Соглашусь. Основные светлые моменты в нашей работе были связаны, конечно, с нашими замечательными клиентами со всех точек мира. У нас очень много-много разных клиентов. И слава богу, что 99% наших клиентов – это благодарные и добрые люди. Да, одной из позитивных частей является то, что наши комплексы активно сдаются. Давай перечислим, наверное, что в этом году уже принято. Это Paradise. Это Paradise. Lavinia 2. Это, на самом деле, Lavinia 2. Это и Lexus. Да, долго ждали, но всё-таки его сдали. Tamyuk Panorama. И, конечно, я рада, что на самом деле сейчас в Турции экономический кризис, скажем так. И, несмотря на это, те застройщики, с которыми мы работаем, они оправдали наши ожидания, оправдали наше доверие и доверие наших клиентов. Наша команда во время этого кризиса стала только больше, дружнее. И, ну, действительно, у нас сформировался тот коллектив, который старается полностью удовлетворить потребности клиента. Мы клиенты ориентированы. Мы стараемся для вас выпускать много контента на YouTube, в Instagram, в Telegram. Мы стараемся делать хорошо постпродажный сервис. Мы стараемся хорошо вас проконсультировать по объектам покупки. Поэтому наша команда стала только сильнее за этот год. И я бы хотела добавить, что на самом деле я благодарна этому году, что в нашу команду прибыли замечательные люди. Татьяна, Илья, новички, которые очень хорошо влились в наш коллектив. И сейчас это просто неотъемлемая часть нашей команды. У нас открылся новый офис. Мы рады, что команда наша пополняется, что мы, наоборот, растём и открываем для себя новые горизонты. Сейчас мы вышли на Северный Кипр. Не за горами, я думаю, будет Дубай и другие какие-то регионы. У нас есть сотрудник, который работает напрямую с турками и, соответственно, на турецкий рынок. То есть это тоже позитивный момент. Потому что раньше мы работали только на иностранцев. Сейчас мы приехали в Марину. И прямо на входе в Марину увидели вот такую афишу. Афиша от муниципалитета города. И здесь расписана программа, новогодняя программа на весь декабрь. Вот, например, что у нас осталось. 20-го будет концерт бесплатный. В Музейский музей. Мы решили посетить церкви в городе Мерсин. На самом деле в городе Мерсин есть две церкви. Есть католическая церковь и есть ортодоксальная церковь, православная. Мы зашли в католическую церковь, но там, к сожалению, идёт ремонт. И мы придём на службу. И обязательно нас пригласили. Поучаствуем, попьём чаёк. Всегда приятно посещать, на самом деле, здесь вот такие вот мероприятия. Потому что очень открыто и с улыбками люди вас встречают. Сейчас мы находимся в ортодоксальной, православной, греческой церкви. Хотя, на самом деле, вот мне сейчас служащий прихода рассказал о том, что на самом деле их называют греками, но они не греки, потомки римлян. Римлян, которые ещё с Римской империи здесь жили. И у них потом ответвление было различное в церквях. В общем, я в этой теме не очень сильна. Но на самом деле он говорит, что они римляне, а не греки. Нас также здесь пригласили на Рождество. Здесь будут устраивать мероприятия. Деток здесь ждут подарки. И, конечно, мы обязательно посетим это мероприятие. Ну и уже на входе чувствуется дух Рождества. Вот такая вот сцена рождения Христа. Представлены здесь снеговики. И там стоит красивая наряженная ёлка в самой церкви. В общем, на самом деле, друзья, всё в Мерсине можно почувствовать. Можно почувствовать и Рождество, и Новый год. И многие люди думают, что... Вот многие мои люди, и я в том числе, кстати, до того, как я приехала в Турцию, я думала, что Турция это какая-то мусульманская страна. На самом деле Турция это светское государство, в котором мирно уживаются представители всех конфессий, всех религий. И турки очень дружелюбные, и среди них есть и мусульмане, и католики, и православные. И все эти люди с османских времён, они мирно проживают друг с другом. Я считаю, что это очень хорошее качество в характере у такой вот нации, у турков. Миролюбивость и дружелюбие. Друзья, к нашим поздравлениям также хочет присоединиться Бихрам Музеркан. Он также является директором агентства ВИТА-ИМЛАК, то есть моим соучредителем. Мы вместе основали агентство недвижимости ВИТА-ИМЛАК. Он часто остаётся за кадром, и, к сожалению, нет всегда возможности, чтобы вы лично познакомились с ним. Прошу любить и жаловать, это Бихрам Музеркан, и он поздравит вас с Новым Годом. С Новым Годом! Друзья, мы дружным коллективом ВИТА-ИМЛАК Поздравляем вас с наступающим 2024 годом и желаем вам, чтобы всё самое плохое осталось позади. И в этот год пришли только лучшие радостные моменты в вашей жизни. Пусть сбываются ваши мечты, и если у вас есть мечта приобрести квартиру на берегу Средиземного моря, мы с удовольствием поможем вам в этом. С наступающим Новым Годом! Ждём вас в Мерсине! Что ещё можно пожелать? Этот год был старый, следующий будет новый! Этот год был хуй... Следующий будет пиздой! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом!